Очередная посылка из Китая дошла за 38 дней с момента заказа. Продает отправил через 2 дня, шла по новой почте в общей посылке и новая почта у меня орчила, потому что шла 38 дней. Меня уже за последние полтора года приучила новая почта, что посылки через нее идут за 2 недели, а то могут и раньше прийти. Ну а это шла больше месяца, так что вспомните старые добрые времена, когда посылки по 2 месяца, а то и больше шли через новую почту. Ну как видите посылка дошла, поэтому все нормально доставили и доставили до самого дома. Так что надеюсь в следующий раз будете новую почту побыстрее. Ну а здесь у нас лампа, которая на прищепке, то есть на любую плоскую поверхность ее пристегиваете и у вас светит лампа. Давайте вскроем и посмотрим на нее. Вот такая вот лампа, с таким вот гусем, как говорят, гнущийся такой вот ножкой. Цоколь у нас естественно 27, ну и евровилка, какая-то немножко гнутая. Я взял с одной лампочкой, у продавца еще есть вот точно такая с двумя вот, с этой вот отверстией дырки или не с этой отверстией дырки. Ну по-моему как бы вот с этой вот выходит еще вторая и сразу можете две лампочки светить. Я взял с одной, мне в принципе одна нужна. Материал из которого сделано, написанного продавца, нержавеющая сталь, то есть вот эта такая вот ножка, это гусь из нержавеющей стали и АБС пластик. В отзывах я читал, все хвалят лампы, классные, светит классно. И там еще написано у продавца название для цветов. И да, там находил не один отзыв, где фотка и там они ультрафиолетовые лампы светят на цветы. Вешают рядом с цветами их и на них светят. Так что для цветов лампы тоже можно использовать. Прищепочка у нас такая тугая, а здесь вот прорезиненные вставочки у нас. Вот они одна и здесь две. Пальц не переломит. Не переломило, но пальцы вот видите держат. Так что даже можно на круглую какую-то палку цеплять. Здесь у нас вкрыл, выкл. Кабель там не написано сколько метров, но можно в принципе замерить. Ну и можно самому приколхозить еще вторую лампу. Если у вас такой тугусь есть или просто что-нибудь сюда вот вывести можно, почему бы и нет. Написано еще у продавца, что входящее напряжение от 110 до 240 и 50-60 Гц. Да, и написано еще так, как цоколь пластиковый. А вот в двух я тоже читал, что нагреваться начинает, если используешь мощную лампу. Так вот, там написано так, как цоколь пластиковый. Не рекомендуется использовать мощные лампы с нитью накаливания. Так как они будут греться и плавить цоколь. Рекомендуется использовать LED лампы до 20 Вт. В принципе, я LED лампу здесь и собираюсь использовать. Лампы еще мне не дошли. Хотя, может на момент залива этого видео дошли. Но пока мисс ламп еще нет, которые я здесь буду использовать. Нафига взял себе вот эту штуку. А взял эту штуку, чтобы естественно использовать как лампу за столом. У меня есть лампа, которая светит у меня вот с этой стороны. И вот эта вот, от нее шевелится. И там у нас лампочка кукуруза, которую я заказывал на Алике пару лет назад. До сих пор работает. Каждый день я использую. Зимой так вообще с часов трех, наверное, она включаться начинает. И, как видите, до сих пор работает. Не сгорела. А мне там в комментариях писали, она сгорит у тебя. Да нет, нифига работает. Но, эта лампа у меня стоит на столе. Вернее, рядом даже со столом. И, в принципе, как бы для того, чтобы что-то там попечатать, пошариться за компьютером, ночью вполне хватает. Но, если что-то там надо такое поделать. Например, там попаять и все остальное. То этой лампы не хватает. И мне приходится включать дополнительную лампу. А эту лампу я хочу повесить за монитором. И она у меня будет так вот с полки свисать. И вот здесь вот так вот будет с этой стороны снизу светить. Возможно, даже буду ее использовать при записи, как дополнительную лампу. Не знаю. Посмотрим. Давайте, наверное, проверим на работоспособность. Ну, то есть, провода тут не перебиты. И, наверное, за кадром сейчас я померяю, сколько метров у нас шнурочек. Выкрутил я кукурузу с этой лампы. Видите, сразу как тут темно с этой стороны стало. Да, кстати, я не помню, говорил или нет. Цоколь, естественно, у нас Е27. Это наш цоколь стандартный. Советских времен, который и в основном у нас все лампочки под него и заточены. Там и другие есть цоколи. Но это именно Е27. Ну, и подключил я лампу в сеть. Вилку. Да, кстати, шнур метр семьдесят вместе с этой штукой. И жмем кнопку вкл. Включилось. Все работает. Выкл. Выключилось. Вкл. Включилось. Выкл. Выключилось. Шайтанама. Работает все. Отлично. Лампа у нас рабочая. Юзать можно. Да, прямо сейчас во время съемок и замеряю. Да, все хватает. Монитор, конечно, будет мешать смотреть, если ее включать. Но, вот, кстати, я включил. Вот, выключил. Можно будет использовать как дополнительную подсветку. И чтоб вот здесь вот что-то на столе делать. А когда монитор смотришь, конечно, она будет выключать и выбирать. Куда вот загибать на полку. Так что, лампа прикольная. Работает. Все отлично. Но и в отзывах ее все хвалят. Кому нужна такая прикольная лампа. Естественно, не для ламп с нитью накалывания. Вот с такими вот диодиками. И не сильно мощными с диодиками. Ссылку оставлю в описании. Переходите и заказывайте. Кому понравилось видео, ставьте лайк. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить очередное видео. И не забудьте нажать на колокольчик. Ну, или хотя бы не забудьте нажать на лайк.